Здравствуйте! Похоже, политическая осень 2017 обещает быть жаркой, набирает обороты противостояния президента и парламентского большинства. Одновременно с этим нарастает и социальная напряженность, уровень жизни падает, экономика стагнирует, обещанного взлета после подписания соглашения с ассоциацией с Евросоюзом не произошло. Более того, мы потеряли восточные рынки, которые практически поддерживали молдавскую экономику на плаву. Единственная политическая сила, отстаивающая интересы простых граждан Молдовы, партия социалистов сегодня в оппозиции, сформированному демократами большинству. Тем не менее, именно оппозиция продолжает диктовать социально-политическую повестку дня. Что ждет Молдову этой осенью? Поговорим с исполнительным секретарем партии социалистов Республики Молдова Владом Батренча. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, мой первый вопрос. 12 сентября партия социалистов Республики Молдова приняла декларацию, категорически осуждающую инициативу Демократической партии Молдовы о внесении в Конституцию страны такого параграфа, как закрепление европейской интеграции на уровне Конституции. Европейской интеграции Республики Молдова, как стратегической ориентации нашей страны, которая ставит крест на понятие, что Молдова способна стать мостом между Востоком и Западом. Молдова может еще найти свой выбор в этой череде геополитик. Как отстоять свою точку зрения в условиях и парламентской оппозиции, и в тех условиях, что сегодня формируется и складывается в Республике Молдова? — Хороший вопрос. По большому счету довольно забавно наблюдать, как те люди, которые по сути за последние 8 лет обанкротили рейтинг европейской интеграции, лишили эту идею поддержки большей части ее сторонников. В 2009 году более 70% граждан Молдовы видели лучшую жизнь в Европейском Союзе. За это выступала и власть, и оппозиция. То сегодня, после 8 лет так называемого альянса за евро, они форматировались, переформатировались. Рейтинг европейской интеграции сегодня менее 35%. Поэтому попытка внести изменения в Конституцию, если отойти пока от юридической стороны вопроса, на как минимум смешно. Это такая очередная неудобная потуга власти, каким-то образом навязать и государственным структурам, и обществу какую-то ложную повестку дня. Потому что сегодня для большинства граждан Молдовы уже по большому счету сугубо безразлично, что будут заявлять политики какой-то интеграции. Люди хотят почувствовать, что жизнь в Молдове хоть как-то меняется к лучшему, что есть хоть какой-то уровень жизни, который позволяет остаться в стране. Мы сегодня стабильно идем к популяции Республики Молдова. Мы в этом видим очень четкую системную установку. Нужна территория между Украиной и Молдовой, а граждане разъедутся кто на восток, кто на запад. И поэтому идея, с которой вышел сегодня собственник Демпартии Владимир Плохотнюк, она как минимум утопична. А теперь к юридической стороне вопроса. Те люди, которые говорят и учат сегодня президента Молдовы, которые являются не только гарантом государственности, нейтралитета, территориальной целостности, но и фактически с точки зрения нашей конституционной материи, он является медиатором между структурами власти, между ветвями власти. Ему постоянно показывают Плохотнюк, либо через Канду, либо через Филиппа. Говорит о том, что президент должен действовать в рамках полномочий. Представляете, поговорим о полномочиях. Те, кто учат нас не ковыряться в носу, что называется, они сегодня выходят и выходят Плохотнюк, и очень четко говорят, так, парламенту, это, 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 провести заседание тогда-то, с такой-то повесткой дня, правительству, предпринять такие-то шаги и так далее. То есть, получается, координатор вышел из тени и демонстрирует, кому власть сегодня принадлежит? Если, опять же, эти люди ссылаются на Конституцию, на закон, но Конституцию и закон они пытаются применять лишь сугубо для того, чтобы встроить оппонентов их политических, какие-то их задачи и цели. И вспоминают они только тогда, когда надо кого-то поставить на место. Сегодня в Конституции Республики Молдова, в действующем законодательстве, нет ни одного упоминания, понятие координатор. Это все некие надуманные, надуманные истории, это все некие такие лычки и функции, которые пытаются привязать для того, чтобы кого-то в тени, да, сделать более значимым. Сегодня есть институты власти, сегодня есть ветви власти, и президент является посредником, медиатором между этими структурами для того, чтобы государство было функционально. А лицо, которое сегодня выходит, Владимир Плохотнюк, либо любое другое, которое говорит о том, что повестка дня парламента, либо правительства должна быть, либо президента главы государства должна быть такой-то, либо такой-то, это безусловно незаконно, это неконституционно, и с этим надо разбираться. Но таким образом как бы подменяется сам Конституционный суд, получается, выносит за рамки Конституционного суда принятие решений, которые в принципе должен регулировать. Да нет, в отношении как такового Конституционного суда, все это прекрасно понимают сегодня, это еще один орган в кармане Плохотнюка, и тогда, когда у него нет возможности провести то или иное решение через парламент, правительство, либо некорректно принимать какое-то радикальное решение через эти структуры власти, потому что кто-то в Европе может сказать, ай-яй-яй, тогда есть Конституционный суд, или когда надо поставить на место президент, тогда есть Конституционный суд. И этот Конституционный суд сегодня легитимизирует двойное гражданство не только для самого Конституционного суда и депутатов, но уже дошло дело и до СИБА, службы информации и безопасности, и там уже по их проекту можно иметь двойное гражданство. Соответственно, веры в этот Конституционный суд нет, нам надо в перспективе после досрочных очередных парламентских выборов, но новому парламентскому большинству надо будет очень серьезно вернуться и пересмотреть концептуально сам принцип действия Конституционной юрисдикции в Республике Молдова, потому что мы видим, что так продолжаться нельзя. Но я хочу вернуться к тому, что сегодня происходит вокруг Конституции, то есть приватизировали демократы парламент, правительство, сейчас они Конституцию хотят приватизировать, то есть им мало того, что они интерпретируют фривольно, так, каким хочется, они уже пытаются влезть в сам текст Конституции, в который написано, что внешний вектор государства, да, это суверенное право граждан Республики Молдова, либо абсолютного большинства депутатов, как представителей народа. Без всенародного референдума никто не может принять решение, куда мы интегрируемся, будь то Европейский союз, либо это Евразийский экономический союз. Но они еще раз показали, и плохотнюки демократы, и их заокеанские кураторы, что не будут они прибегать к референдуму. Потому что они прекрасно понимают, что любой вопрос на референдуме заведомо для них проигрышный. И они прекрасно понимают, что референдум, инициированный президентом Дадоном, это для них просто, по сути, провал. Это просто провал, да, это повестка дня, которую народ таким образом подтвердит, которая полностью ломает повестку дня властных структур. Соответственно, они против референдума, поэтому подконтрольный им Конституционный суд по абсолютно надуманным аргументам запретил проводить президентский референдум. Хотя, опять же, Конституция четко говорит, ничего не надо интерпретировать. Что референдум, это высшая форма демократии. И это, и президент имеет право на референдум консультативный. Это сказано в Конституции. Что здесь интерпретировать? Но, опять же, видите. Вот раз мы упомянули Конституционный суд. На днях экс-председателя Конституционного суда Танасия заявил, что Конституция больше не является преградой для Унири. И сегодня, получается, что тема Унири близится в 2018 год, достаточно активно муссируется. И вот сегодня президент страны подвергается открытым нападкам за противостояние унионистским устроениям в сегодняшней Молдове. И в этой связи я наблюдаю даже такую подмену понятий. Ведь когда говорят об Унири, говорят о якобы лучшей жизни для Республики Молдова. Но при этом почему-то умалчивают, что Унири, объединение с Румынией, это фактическое уничтожение собственной страны, Республики Молдова. Ну, почему мы с вами говорили о референдуме, инициированном президентом. Помимо того, что этот референдум должен был дать очень четко позицию народа по ряду принципиальных вещей, в том числе и украденные миллиарды, которые сегодня стали госдолгами, люди должны были высказаться против на референдуме. А в том числе и полномочия президенту, причем Далон не попросил для себя каких-то особенных полномочий. Речь шла только о пункте, касающемся Роспуска парламента. И люди посредственно референдума должны были дать добро президенту в определенных ситуациях прибегать к Роспуску парламента, в условиях коррупции, которую мы видим, наблюдаем и так далее. Но один, возвращаясь к унионизму, один из четырех пунктов этого референдума, он касался введения в учебный процесс истории Молдовы. То есть мы должны вернуться к базовым вещам, что мы изучаем историю собственного государства, мы изучаем историю независимого государства. Понятно, что ведется мощнейшая пропаганда, понятно, что Румыния в начале 90-х годов, тогда, когда еще Молдова была очень хрупким, неокрепшим государством, сумели они пробиться в гуманитарный, в образовательный процесс, сумели навязать образовательные собственные стандарты. Понятно, что сегодня они финансируют, сознательно финансируют, дошкольные и школьные учебные заведения. То есть это не филантропия ни в коем случае. Просто они проводят среди детей молдавских граждан, пока молдавские граждане находятся за границей, трудятся, они проводят среди детей пропаганду. То есть формируют возможных будущих своих... И такие люди, как Танасий, на самом деле, и он, кстати, сейчас просто раскрыл ту суть, о которой мы говорили все эти годы, пока он возглавлял конституционный суд, он, по сути, раскрыл свою суть латентного униониста, и он сегодня манипулирует и Конституцией, и Законом. Помню, как он манипулировал Конституцией в части ее 13-й статьи, название госязыка. Ничего там не надо было интерпретировать Саши Танаси. Ничего абсолютно. Написано черным по белому. Ты интерпретировать можешь сугубо то, что очень четко не предусматривается Конституцией либо с законными, подзаконными актами. И то есть какие-то рамки, нормы. А Конституцию менять может только народ на референдум, либо абсолютное большинство депутатов. Не имея ни поддержки народа, ни поддержки абсолютного большинства депутатов, они прибегают к интерпретациям. Таким образом подтверждается то, что мы говорили о Танасе в том числе, что эти люди очень четко, системно работают, проводят деятельность по подрыву основ молдавской государственности. И то, что делают они сегодня, чем это особенно опасно, они сегодня подрывают доверие людей к высшему закону Конституции. Таким образом они говорят о том, что молдаване не имеют возможности управлять собственным государством. У них и Конституция не Конституция, у них и президент не президент. И давайте мы совершим тот исторический шаг, который был сто лет назад. Когда сто лет назад военным путем, военная аннексия, они сюда вторглись, подавили ряд восстаний, постреляли депутатов с фату церей, и таким образом осуществили великую унию. Они пришли спустя сто лет уже, есть уже международные структуры ООН, другие, и конечно они не могут это делать военным путем. Хотя они и в военную сферу проникают, мы видим посредством НАТО. И поэтому такие деятели, как Александр Танасий, фактически и проводят ту самую подрывную деятельность. И хочу сказать не просто, потому что я являюсь представителем партии социалистов, абсолютно убежден, что сегодня единственная преграда на пути унионистов, это президент и партия социалистов, партия социалистов и президент. И они прекрасно понимают, что если они сумеют подорвать рейтинг президента, партии социалистов и каким-то образом вывести нас за рамки политического процесса, то процесс с унири для них станет лишь техническим вопросом. Дело времени. И это большая опасность, если 5-10 лет назад нам представляло, что не будет никогда унири, потому что этого не хотят люди. Сегодня мы видим, что даже вот эти румынизаторы, даже в своей дорожной карте, если ранее они называли, в дорожной карте по объединению двух румынских государств, по ликвидации Молдовы и созданию Великой Румынии, был в дорожной карте референдум, то сейчас в их дорожной карте, которая согласована и президентурой Румынии, и их сенатом, парламентом, и всей их общественностью, экспертами, исчез пункт из дорожной карты, референдум. Никто, никого, ни о чем спрашивать не будет. Вот в чем вопрос. И не зря мы в той декларации партии социалистов, в той декларации, которую сделал Игорь Николаевич Дадон, не зря мы сказали о том, что мы будем обращаться к народу. Потому что сегодня, как никогда, народ должен сплотиться, объединиться, и мы должны сказать веское слово. Иначе просто нас проигнорируют, и нашу пассивность используют в своих целях вот эти все, так называемые деятели. Ну, попытка существить референдум сегодня провалилась, так сказать, благодаря Конституционному суду. Но, тем не менее, я понимаю, что консолидировать общество все-таки удастся. Я хотел вернуться чуть дальше. К началу сентября, когда было принято заявление политическим исполкомом партии социалистов, заявление о том, что партия призывает своих сторонников и сторонников государственности Республики Молдова мобилизоваться, защитить. Почему именно сейчас это стало так важно в повестке? В отличие от других оппозиционных партий, которые сегодня все дружно накинулись на нас социалистов, и медиумы, правые и левые, то есть все сейчас пытаются в дружном соите с Плохотниковым, все пытаются ударить сегодня по социалистам. В этом все мы прекрасно понимаем, мы прекрасно понимаем, что на нас лежит ответственность, и мы должны видеть дальнейшие шаги. Мы предполагали, безусловно, ситуацию, что референдум не состоится, и у нас есть своя дорожная карта, своя повестка дня, которую мы следуем. И следующий шаг, и дальнейшие действия мы объявим 24-го числа. У нас будет национальный призыв, и мы запустим ту кампанию, те действия, которые должны дать ответ на все вопросы, должны объединить людей, и мы должны будем выстроить политику и свое видение дальнейшего развития государства в новом свете, в свете вот этих вот обстоятельств. И я думаю, что мы 24-го числа найдем найдем те инструменты, которые мы объединим людей, и найдем ту самую канву, дорожную карту определим, по которой мы будем дальше следовать. И поэтому мы очень четко объявили, что 24-го мы будем в районах республики Молдова, будем мобилизовывать три зоны, северную в Бельсах, южную в Кагуле и центральную зону в Аненах, и мы определим дальнейшие действия, которые не исключено, что приведут нас и в Кишинев. Но мы должны людям очень четко, и в этом наше существенное отличие от других партий, именующих себя оппозиционными, у нас есть чувство ответственности, у нас есть четкая система действий, и мы должны очень четко показать людям перспективу того, что мы делаем в Кишиневе, что мы делаем в республике, и чего мы добиваемся. Но однозначно можно сказать, что все дальнейшие действия будут согласовываться с людьми, с народом, и однозначно можно сказать, что то, что делает сегодня власть все инструменты Демпартии и Плохотнюка, они работают против президента, которому люди доверили мандату в прошлом году. Соответственно, люди же знали, за что они голосуют, соответственно, это работает против людей, и мы с людьми будем советоваться, будем принимать решения, но не можем мы сегодня раскрывать карты, но 24-го числа люди получат ответы на вопросы. Предлагаю вернуться на парламентскую площадку. В принципе, мы уже находимся в, так сказать, в периоде последней парламентской сессии этого созыва. Предпоследней. еще грядут парламентские выборы. И на чем сейчас будут работать парламентарии, какие вопросы будут являться, не знаю, камни преткновения, на чем будут перекрещивать шпаги депутата парламента? Ну, демократы продолжат геополитическую повестку дня, то, что им сегодня посредством их будут воплощать в жизнь американцы, потому что ни для кого не секрет, что всю эту повестку дня последнего периода времени, да, и выдворение российских дипломатов в премьере для Республики Молдова, и ситуация с Рогозинами, и те декларации по Приднестровью, и нагнетание напряжения, и НАТО, и все эти вещи, это, безусловно, геополитическая повестка дня, то есть то, что посредством Плохотнюка будут выполнять здесь американцы, понятно, что в парламенте они будут продолжать проталкивать законы о цензуре, но они их называют борьбой с российской пропагандой, мы это называем цензурой. Но как же свобода СМИ? Ну, это цензура, это один из элементов организованной системной диктатуры, ну, не интересует их свобода СМИ, их интересует только свобода их СМИ, да, все чужие СМИ для них враждебны, и они не могут себе позволить, чтобы молдавские граждане слушали и внимали разным СМИ. Они же прекрасно видят, и, кстати, посол Петит сделал просто уникальное заявление, да, что сколько бы денег они там не вкладывали, какие усилия, люди все равно, молдаване все равно поддерживают Российскую Федерацию, поддерживают, и видят, и видят улучшение молдороссийских отношений. Жадаться обоим вопросом, может быть, перестать уже заниматься бесполезными. И они поняли, что молдавские граждане, они неправильные, невозможно молдавских граждан каким-то образом направлять, так как им выгодно, все равно они думают как-то по-другому, не понимают о нементальности наших людей. И поэтому, что запретим, закроем, и поэтому будут пакеты по цензоре, будут другие пакеты законов недружественных президенту, недружественных Российской Федерации, недружественных Приднестровья, недружественных народу. И эти пакеты, они будут голосовать привычно за 5-6 минут, но нас это мало заботит, у нас повестка дня другая, и несмотря на то, что мы абсолютно уверены в том, что данный парламент должен быть распущен, и мы абсолютно уверены, что надо предпринять дополнительные усилия по отставке этого правительства, но мы пессимисты, не можем быть оптимистами в плане того, что данный парламент можно каким-то образом сделать дееспособным. Да, сегодня по прошествии месяца августа, когда мы с коллегами работали над новыми законопроектами, аппарат президента подготовил 60 законопроектов, инициированных Игорем Николаевичем Додоном. У нас есть проекты касающиеся существенного улучшения социальной ситуации, экономической пославления экономическим агентам, изменения в налоговом законодательстве, изменения многих правил игры, для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь гражданам и защитить их. Потому что сегодня демократы рассказывают о каком-то демократическом рае в Молдове, о стабильности. Я вчера опубликовал цифры. Если в прошлом году, в 2016, за первые полгода закрыто было 2600 предприятий, то за то же полугодие, уже 2017 года, закрылось более 4500 предприятий. То есть экономика сворачивается? Да, понятно, что есть предприятия маленькие, есть фирмы, которые создавались двумя-тремя людьми для каких-то целей, но экономика сворачивается и люди понимают, что перспективы в каких-то предпринимательских проектах нет. Соответственно, наши проекты будут начать стимулирующий характер для того, чтобы люди все-таки понимали, что где-то государство идет им на встречу. Мы будем ставить... Понимание коллег, которые будут голосовать, это тоже важно. Мы будем ставить ситуацию каждый раз, каждое заседание парламента, когда будут разумные, правильные проекты, и пусть они демонстрируют и молдавскому народу, и всем внешним партнерам республики Молдова. Пусть они демонстрируют, что у них нет ни понимания, ни желания что-то реализовывать в интересах граждан. Насколько веревочки не виться, но в любом случае не будет у них аргументов к тому, чтобы не улучшить ситуацию в стране. Да, эти проекты, которые уже зарегистрированы президентурой в парламенте, эти проекты были, так скажем, согласованы и с нашей партийной повесткой дня, то есть с альтернативным планом социально-экономического управления республикой Молдова, который опубликован, разработан и опубликован на сайте партии. Да, это наши проекты, да, конечно, это те проекты, которые предназначены уже для нового парламентского большинства про-молдавского, но мы понимаем, что люди ждать не могут, и поэтому мы определенные проекты выделили для того, чтобы внедрить, попытаться хотя бы внедрить их, уже начиная с этой сессии, хотя бы для того, чтобы они прозвучали, получили поддержку экспертного сообщества, профильных организаций и экономического сообщества, для того, чтобы хоть какая-то конструктивная дискуссия появилась вокруг парламента, потому что парламент не может заниматься только запретами, и парламент не может заниматься только интересами американцев, НАТО, или выполнять какую-то геополитическую повестку дня. Но, тем не менее, просчитывая перспективу, многие представители экспертного политологического сообщества заявляют о том, что грядущий год может стать такой годом, ну, знаете, когда появится в истории Молдовы точка невозврата, точка, когда нужен будет колоссальный труд, чтобы вывести Республику Молдову из-под влияния вот этих прозападных интересов. Смотрите, вы сами упомянули, что риторика сегодняшнего правящего большинства это запреты российских СМИ. Это, смотрите, отношение к спецпредставителю президента Российской Федерации по Пренестровскому регулированию господину Рогозину. Это, опять же, высылка российских журналистов. Это полностью игнорирование возможности восточного рынка, который, в общем-то, сейчас президент пытается восстановить. Есть уже достаточно хорошие успехи, о которых, кстати, часть СМИ просто пытается не рассказывать, потому что, если говорится о статистике экономического развития, то почему-то берется только та часть экспорта, например, на рынки Европы. Растет доля экспорта Молдовы на европейские рынки, хотя, в общем-то, если взять за основу, сколько вывозилось, например, в Российскую Федерацию, я не устаю приводить пример, что, когда я разговаривал в 2006 году с одним из руководителей винодельческого предприятия, он говорил, что до 2006 года ему удавалось ввозить в год 15 миллионов бутылок в Российскую Федерацию. Не так давно с ним встречался, он говорит, сейчас, дай бог, в Европу вывезти 5 тысяч. Совершенно несопоставимые цифры. Если бы люди имели доступ ежедневно к реальным цифрам, то, конечно, я думаю, что настроение бы только испортилось, что по состоянию 2007-2008 года только экспорт винной продукции на российский рынок, только винной продукции, только на российский рынок, он превышает сегодня весь экспорт республики Молдова по всем позициям и всем направлениям. И факт состоит в том, что из республики Молдова за последние 8 лет ушли инвестиции, и могу вам сказать, что падение порядка с 800-900 миллионов евро прямых инвестиций в экономику в год от сегодня 160-180 до 200, то есть 5 раз падение прямых инвестиций. Колоссальное падение ежегодное на 30-40 процентов транспортных перевозок, большегрозных, это о чем говорит, если нет транспортных перевозок, значит нет товаров. То есть есть объективные показатели, по которым можно сделать вывод, что есть экономическое падение. И самая главная цифра ВВП. Я не ностальгик, но за 26 лет после того, как не стало Советского Союза, как появилась на свет независимая Республика Молдова, мы по прошествии 26 лет, когда вскакнули технологии, когда мир развивается на месте, мы не достигли даже 65% ВВП 1989 года. Соответственно, цифры говорят сами за себя, потеряли полтора миллиона граждан, мы имеем то, что имеем. И поэтому я хочу сказать людям, то, что мы говорим, к партии социалистов можно относиться по-разному. Понятно, что мы в многопартийном государстве, понятно, что есть конкуренция, и эта конкуренция не всегда лояльна, и очень много нечестных методов борьбы. Как бы можно понять, у партии социалистов рейтинг более 50%, понятно, что мы являемся основной мишенью и для левых оппонентов, и для правых, но абсолютно четко можно сказать одно, что сегодня единственная сила, у которой есть четкое согласованное видение того, как должна развиваться Республика Молдова, это единственная сила, которая имеет внятную ясную повестку дня, программу действий по объединению страны и по возрождению ее экономического потенциала. Вот это две вещи, с которых мы должны начать, потому что без них не будет ни социальной справедливости, ни здоровой юстиции, ничего. Не зря мы выступили с проектом смешанной системы. Опять же, эта система Mixed по-разному люди воспринимают в обществе, многие даже до сих пор не вникли в чем. Достаточно мощная информационная атака на этот проект, причем достаточно извращенным подавался в СМИ без объяснения преимуществ. Я людям говорю одно, когда они задают вопрос, зачем Mixed, это в интересах Плохотнюка, власти и так далее. Я говорю, давайте мы сейчас возьмем паузу, прочитайте этот проект и мы встретимся через неделю, две, когда скажут, и мы обсудим создание избирательных округов Приднестровья и участие приднестровских жителей в избрании депутатов парламента Республики Молдова. Это в интересах Плохотнюка? Вы должны понимать, что это сильно меняет политический ландшафт сразу. Это в интересах Республики Молдова и в частности партии социалистов, потому что мы считаем, что это важный шаг в объединении страны. Объединенная страна это уже другой политический ландшафт, это уже другая абсолютно мажоритарная коалиция в парламенте Республики Молдова и другие ценности. Мандаты для диаспоры, которые прописаны в проекте Mixed, мандаты для Российской Федерации, за которой мы сейчас боремся. Это в интересах Плохотнюка? Мандаты для западной диаспоры, то есть те, кто трудятся в Европе и в Америке. Они будут голосовать за Плохотнюка? Нет, они будут голосовать за других правых кандидатов. Кто-то проголосует и за социалистов. Это в интересах Плохотнюка? Безусловно, нет. Соответственно, вот в этом проекте смешанные системы, которые у партии социалистов с 2011 года в программе, там, безусловно, представлено очень много вещей, которые касаются будущего видения Республики Молдова, видения будущей Республики Молдова, объединенной с Приднестровьем, с активной диаспорой. И самое главное, объединенная страна, которая уважает свою диаспору, взаимодействует с ней. Это колоссальный экономический прорыв. Мы лишаемся двух государственных машин на этом клочке земли. Мы, безусловно, улучшаем свои отношения с Востоком, с Российской Федерацией. Это, безусловно, экспорт, это, безусловно, новые предприятия, которые будут иметь рынок для сбыта своей продукции. Это уже рабочие места, рабочие места это уже в сельской местности. Это уже какие-то школы, садики, потому что создаются семьи. Это уже другого уровня пенсии. У нас есть четкое, большое видение вот этой картинки. Да, безусловно, партия социалистов не идеальна. У нас есть свои наверняка и недостатки, но у нас вот это видение есть. У сегодняшней власти видения будущей Республики Молдова нет, потому что у них нет самоцели сохранить Республику Молдова и развивать ее. Мы видим, нас идут по евроатлантической интеграции, они уже заменили, если вы обратили внимание, риторика чуть изменилась, подменили одно понятие, но у нас же евроатлантическая интеграция. Практически про натовскую они уже очень четко продвигают унионизм. Что касается оппозиции, ни у кого сегодня нет четкого видения. Мы видим ЛДПМ в новом виде, то есть в юбке без юбки. Мы видим сегодня, что этот электорат представлен Майя Сандо, Андрея Анастасия, и они уже как бы забыли о миллиардах, забыли о плохотнюке, для них существует только геополитическая угроза ДОДО. Что касается других конкурентов, там кто-то находится сейчас на Рублевке, великолепно себя чувствует и ежедневно ушатами грязь льется на ДОДО. То есть для тебя уже главный враг ДОДО, а не власть и так далее. Соответственно, альтернативы в данном случае партии социалистов сегодня не существует и не существует альтернативы не столько партии социалистов как команде, политическим амбициям, а той платформе, которая продвигает той повестки дня, которую продвигает партия социалистов. И мы верим в будущее нашей страны, у нас есть сведения, как она должна развиваться. Ну, ваши оппоненты не дремлят. Вот, смотрите, даже, например, в Приднестровском вопросе президент Молдовы Игорь Додон проводил встречи с лидером Приднестровского региона, с Вадимом Красносельским, а правящая большинство сегодняшнего в Молдове выносит вопрос о смене миротворческой миссии на обсуждение на площадку Организации Винных наций. Хотя, в общем-то, даже была, насколько я знаю, просьба Москвы не выносить на абсолютно пока ненужный уровень вопрос смены миротворческой миссии. В то время, когда даже в формате 5 плюс 2 уже стали говорить, что сначала должны договориться с Кишневом, в Тирасполь, найти какие-то общие интересы, а уже дальше мы будем так или иначе предоставлять площадку для сближения сторон. Программа по развитию доверия двух берегов Днестра она не реализована. Сегодня существует вот этот элемент ну, как бы сказать, не то, чтобы недоверие, хотя, наверное, все-таки недоверие, потому что официальный Кишнев, я имею в виду правящее большинство, сегодня говорит о том, что язык страны румынский, история страны это история румын. В то время, когда мы прекрасно помним, что вот раздел нашей страны произошел именно вот за этих языковых, исторических вопросов, что, в общем-то, и оттолкнуло, смотрите, целый регион оттолкнуло от властей, кишневских властей на тот момент, которые сидели в высоких кабинетах и таким образом послужило вот этому разделению, которое длится уже, смотрите, немало лет, почти четверть века, мы разделенная страна и сойтись этим берегам, мне кажется, сегодня хотят все живущие, люди живущие на обеих берегах гнестра и даже, слава богу, есть, так сказать, и часть политического класса, который ставит себе эту программу объединить страну, но оппоненты не дремлят, они расшатывают ситуацию, они не дают возможности спецпредставителю, опять же, я повторюсь, президента Российской Федерации прибыть для того, чтобы и поучаствовать в этом процессе. Я думаю, что Россия, мне кажется, тоже, крайне заинтересована, объединить, и не нужен здесь, наверное, какой-то очаг напряженности, нужно еще решить вопрос о вывозе того вооружения, которое вынуждено Российской Федерации охранять в колбасне, но вывозить сегодня через Украину это невозможно, мы понимаем, почему. И вот в этой ситуации, когда оппоненты не дремлят, а ведь повестка или те задачи, которые перед собой вы ставите как партия социалистов, она ведь становится сложнее, она обрастает какими-то дополнительными задачами, в которых можно увязнуть, и, в общем-то, конечная цель как бы даже отодвигается. Получается, смотрите, вопрос реинтеграции страны сегодня сделать главным вопросом не удается. Куда-то ушел многие ваши оппоненты, говорят, что вдруг из риторики партии социалистов ушел вопрос о миллиарде. Хотя, в принципе, он физически всплывает на тех или иных... Да, референдум должен был проходить по миллиарду. Да, но вот сейчас, опять же, говорят, а почему снова миллиард не обсуждается? Хотя, в принципе, его не обсуждать, мне кажется, надо его, надо делать каким-то образом, возвращать эти деньги в казну или, во всяком случае, создать механизм, когда не допустить очередной кражи и попытаться найти возможность вернуть выведенные деньги из бюджета страны для того, чтобы они работали на страну. Ведь сами эти деньги не исчезают сами по себе. Вначале по миллиардам украденым, да, то есть, это был вопрос референдума, который должен был аннулировать решение правительства, которое перевело украденные миллиарды, которые образовали дырку в публичных финансах, в банковских финансах. И референдум должен был четко запретить переводить его в публичный долг. И таким образом, эти деньги надо находить там, куда их увели и у тех, кто их украл. То есть, не вынимаетесь доходом в граждан. Но за этот референдум? Не, ну конечно, потому что перевели дыру из бюджетной, из финансовой системы, из банковской системы. Потому что тогда дало правительство гарантии Национальную банку, Национальный банк вытащил деньги и отдал коммерческим банкам. И, соответственно, потом Национальный банк говорит, верните деньги правительству, потому что правительство под собственной гарантией тайные секретные решения вот этого альянса между либерал-демократами и демократами. И Нацбанк говорит, Вы должны вернуть деньги правительство, государство обратно в Нацбанк. И соответственно правительство и парламент не нашли ничего умнее, чем перевести в публичный долг и из публичных денег закрыть перед Нацбанком. Референдум должен был аннулировать этот закон, который четко переводил украденные миллиарды в публичный долг. Но за этот референдум, наверное, выступил с поддержкой Ренату Сатой, Андрея Настасья, Майя Санду. Нет, они сразу сказали, да чушь, не нужен нам референдум, это все не та повестка дня. Так предложите повестку дня. Как вы видите возврат этих миллиардов? Вы же никак не видите. Вы не можете даже расписать, куда и как эти деньги ушли. И не можете понять, в чем закон правительства им инициированный о переводе в публичный долг. Так что Майя Санду предложит, которая голосовала за все эти вещи, за секретные решения о выделении миллиардов. Будучи членом правительства. Или Андрея Настасья, который в той же конторе сегодня, что и Майя Санду. Или Ренату Сатой, для которого сегодня это дом, главное зло Молдовы. И он забывает и о миллиардах, и о плохих некие, и обо всем. Поэтому по миллиардам этот вопрос не может быть закрыт. Этот вопрос будет на повестке дня, просто сегодня в условиях того, что референдум не будет. У нас сегодня уже должны быть немножко другие действия. Но в любом случае этот вопрос не имеет срока давности. И в любом случае эти деньги надо защищать. Теперь о Приднестровье. Сегодня никто, кроме, опять же, партии социалистов, ни власть, не видит реального решения этого вопроса, не видит реального объединения страны. Вы абсолютно верно сказали, что причина в тех политиках, которые сегодня продвигают ту же риторику, что 25, 26, 27 лет назад. Они фактически отталкивают этот регион. И более того, их западные кураторы уже готовы сегодня провести границу по Днестру. Понимая, что те граждане на том берегу, они не поддержат вот эти все тенденции, эту политику, которую сегодня использует официальный Кишинев. Поэтому мы в первую очередь должны пересмотреть эту риторику, перестать отталкивать собственных граждан, перестать проводить насильственную руманизацию, эту евроатлантическую интеграцию. Это первое условие. Второе, мы должны стать для них привлекательными, показать, что в объединенной стране им будет комфортно. Для этого нам нужна и правильная политика, и языковая, и национальная, но и правильная экономическая политика, правильная налоговая политика и так далее. Мы должны создавать стимулы. И у нас есть четкое видение объединения страны, есть понимание плана. Но власть сегодня этого не хочет. Они прекрасно понимают, что им опасно интегрировать сегодня в политическую жизнь страны, да, и электоральную, и голосование, и вот эти граждане. Поэтому им выгоднее под Нестру вот такие румыны. Кстати, румыны уже давным-давно продвигают эту идею, что граница Евросоюза должна быть под Нестру. А мы считаем, что это наша страна, наши граждане, и нам экономически будет очень выгодно отделить страну. И что касается дальнейшей перспективы этого вопроса, это уже надо будет решать новому парламенту. Что касается вот этих всех деклараций о выводе войск. Прекрасно все эксперты и международные партнеры понимают, что это лишь декларация. Вот обратились в ООН и просто сами себя выставили на смех, потому что в ООН они получили в ответ такую декларацию, что фактически их там опустили политическим, политкорректным языком. Но очень четко ООН, представители ООН, руководство ООН дали понять, что сегодня их вот эти потуги, они ни в коем случае, и декларации, и громкие заявления не являются методом решения Приднестровского вопроса. Но им нужно делать заявления, которые понравятся американцам и так далее. Но хочу вам сказать, что никаких действий конкретных за этим не последует, не появится международных каких-то новых инструментов в обеспечении мира на Днестре. Слава богу, кто бы что ни говорил, что последние 25-26 лет нет конфликтов, нет выстрелов, люди перестали стрелять друг к другу. Но в перспективе мы должны понять, не с вопроса о миротворческом контингенте надо начинать, а надо начинать с того, как объединить страну. Времени, к сожалению, немного осталось, но под занавес хотелось вот такую тему, коротко. Если уже говорили о референдуме, о референдумах, все-таки нас ждет участие в, я говорю о жителях столицы, ждет участие в референдуме по отставке генерального примара Дарина Киртака. Вот ваше видение, что должно стать главным мотивом сегодня в решении кишиневца участвовать или не участвовать в этом референдуме? Миллиарды украли не только из банковской системы, не только из национального бюджета, не только из кредитов, которые Республика Молдова обильно получала последние 8 лет. Миллиарды были украдены за последние 10 лет, миллиарды леев из Кишинева, через сотни гектаров земли, которые ушли в нарушение действующего законодательства за бесценок, через преступную приватизацию, через откаты, через распилы и недополучение муниципальным бюджетом существенных поступлений. Соответственно, сегодня надо понять одну вещь, что то, что Киртака находится по следствиям, это не является, и то, что его временно на период следствия в должности, так скажем, приостановили его фосуспендат, то, что он временно отстранен от должности, это ни в коем случае не является мотивом не проводить референдум. Что в любой момент Михаил Гимпов восстановит свои приятельские отношения с Плохотником, проголосует пару раз с ним в парламенте, и Плохотник даст отмашку, и мы вдруг увидим в один понедельник Киртуака с победоносным видом на оперативном заседании Примарии. Преступлений много. К сожалению, прокуратура маринует сотни уголовных дел. На самом деле, сегодня у органов юстиции и правопорядка в Республике Молдова гораздо больше информации и дел по Киртуаке и по его ГОП-компании из Примарии. Но они по каким-то причинам определенным не обнародуют это все. Поэтому мы должны очень четко понимать, что то шоу, которое сегодня происходит вокруг него, не является мотивом не проводить референдум. Мы должны его отстранить через референдум, и тогда состоятся выборы Примара муниципия, и появится перед кишиневцами шанс изменить что-то в городе. Так в городе продолжаться уже не может. Застроили все, что можно было, все, что нельзя. Дали нагрузку на старую инфраструктуру, которая сегодня не выдерживает. Забили сегодня артерии города, потому что застраивая хаотично, нигде не расширяли дороги, магистрали, нигде не думали о логистике. Город сегодня грязный, город сегодня просто невыносимый. В городе отвратительная экология. В городе сегодня хаос. Продолжают те же схемы на центральном рынке, те же откаты со всех муниципальных предприятий, с дороги и так далее. Все это продолжается. Просто сегодня другие получатели, бенефициары от этих вещей. Поэтому в городе надо наводить порядок. И этот порядок сегодня может быть осуществлен только посредством отставки Киртуака с должности генпримара и только избрав нормального руководителя муниципия. И поэтому я хотел бы обратиться к людям, потому что многим непонятно, а зачем идти. И у людей в целом у нас мотивация на референдум. Да, многие говорят, что это просто политическая расправа социалистов над столичным мэром. Нет, мы-то за этот референдум, мы-то в Кишиневе боремся не один год. И это сугубо наши действия, которые не зависели от обстоятельств на республиканском уровне, от большой политики. Мы за этот референдум боремся уже, считайте, четыре года. Да, еще в предыдущем его мандате. И, соответственно, сегодня у нас есть такая возможность. И мы должны ее использовать. Независимо, не оглядываясь на что, потому что эти умствования могут привести к тому, что сохранится Киртуака в должности, и в любой момент он там опять появится. И мы будем терпеть его нахальные выходки и коррупционные схемы. Поэтому людям надо выйти. По закону референдум состоится, если выйдет более 170 тысяч граждан, которые, то есть больше, чем за него проголосовало. И здесь людей должно объединить просто желание освободить город и провести выборы. Это не должно быть какой-то партийной задачей, партийной целью. Это должно объединить всех здоровых кишиневцев. Люди уже определятся, кого они хотят видеть примаром, кандидата левого, правого, беспартийного. А мы сейчас не говорим вообще о будущем примаре. Мы говорим о том, что за 10 лет управления Кишневым Дарином Киртуака этот город был унижен и поставлен на колени. Спасибо. Я позволю только маленький итог подвести вот этому сказанному. То есть отстранение Дарина Киртуака от должности путем референдума, в принципе, здесь нет политики. А вот возвращение его как раз в эту должность, как раз политика вернется в примаре. Абсолютно верно. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Будем с удовольствием вас ждать снова на следующих эфирах. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батренч. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин